Большое спасибо! И мы с вами распрощаемся до осенней серии. Мы не пользуемся мобильными телефонами. Господин Ваграмян, захраняйте симметрию, пожалуйста. Ладно, я вот сейчас только-только всех пригласил, а вы их чуть-чуть отдалили. Потому что сейчас зайцы чеют. Пора талеть, и после мы смыкаемся, совершенно верно. Так вот, пожалуйста, не используйте мобильную связь, переведите в режим вибрации все свои автосигнализации или вообще в бесшумный. Нам очень важно, чтобы сегодня и вы, и играющие команды получили в первую очередь удовольствие, а во вторую пополнили свой арсенал правильными ответами и тем самым сделали еще более колоритней турнирную таблицу летней серии. И, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в игру. Во второй игре летней серии нашего клуба принимают участие две команды. И сейчас я познакомлю вас с первой из них. Менеджер КТЖ. С адвокатов Асет. Впервые встречаю эту аббревиатуру без стандартных приставок КОНК, поэтому перегляделся на всякий случай. Сотрудник посольства Малайзии, господин Тимур Ерлан. Специалист в сфере информатизации здравоохранения, Туябаева Камила. Режиссер монтажа Санцезбаев Ермих. В команде играет дизайнер ювелирных украшений. Это Нурманов Асхат. Дамы и господа, и капитан команды, художник, Умарова Атия. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Здравствуйте, госпожа Умарова. Сегодня момент истины. Сегодня время вашего большого дебюта. Традиционно перед премьерой знатоки, ну, обретают некий ритуал, либо его выдумывают, либо, быть может, присоединяются к существующим. Вы пришли с явным настроем, это я вижу по-вашему. Да, да, улыбчивое урожение. Лица не вижу остальных, но вижу вас прекрасно. Какой настрой, какие ритуалы, что мы ждем сегодня? Мы хотим хорошо выступить, это самое главное. Мы хотим хорошо выступить. Да, для нас это тоже главное. Ну что ж, я представлю вам людей, которые помогают хорошо выступать знатокам. Это защитник интересов знатоков. Он знает вопросы. Я имею в виду, он знает, как они строятся, как они берутся. Он очень долгое время играл в что, где, когда. Он истинный фанат этой игры, ценитель, уважатель и почитатель. А также еще и учредитель компании OneShowKZ. Это господин Зыкин Антонов. Здравствуйте. Хотелось бы пожелать удачи команде, потому что я с вами, ребята, седьмой игрок в вашей команде. Только я говорить не могу. А вот не знакомить господина Зыкина с вами мне не разрешает традиция, которую я не имею права нарушать, покуда в клубе господин Ваграмян, хранитель нашего неугасающего очага, это клуб Ника, город Илеван. Что, где, когда, господин Ваграмян, уже четверть века, и поэтому сегодня он тоже восьмым игроком, то на вашей стороне, то на моей, сопереживает за главное, за зрелищность этой игры. Доброго вечера, господин Ваграмян. Ну что же, госпожа Умарова, играем до шести очков, объявляется первый раунд. Когда с вами состоялась еще одна игра в среду, я хотел бы огласить результаты, с которыми мы на данный момент приблизились к этой субботней встрече. Мы встречались с командами господина Агитаева Ильяса и господина Саутова Ильяса. Так вот, команда господина Агитаева продемонстрировала блестящий результат 6-5, обыграв клуб, а не Саутова, извините, Агитаева. А вот Саутова Ильяса, команда, сыграла со счетом 1-6. Пока это тоже результат, но серия только начинается, и сейчас мы ознакомимся с умением брать вопросы вот этой сидящей за столом команды. Внимание! Тишина в зале. В книге о происхождении и развитии святой инквизиции конца XVIII века сицилийский инквизитор Луиджи Парамо утверждает, что первыми еретиками были его древние предки, которые были осуждены. А вот вопрос. Кем и на что время? А то, что они занимались этим, что же? Нет, чем это? Так, еретик. То есть они не верили? Да, они не верили. Да, они против СССР, конечно. Да, они чем не могут. Может быть, они миссионеры или другую религию на СССР? Что еще есть в Сицилии? Выступали вообще против того, что... Может, они не нравятся... Может, они же глицерпик, уничтожали, саботировали, что-то? Первыми еретиками, то есть, может, они чем-то отличались от тех, про которые потом говорили, против которых инквизиция шла. Происхождение и развитие... На что они еще были осуждены? Кем и на что? На служение. На служение. На служение банахи. Они были против церкви. Они были осуждены. Осуждены. Не за чего? Подождите. Возможно, они не... Стоп. Спасибо, стоп. Время. Госпожа Умарова, отвечающая вашей команде. Отвечать будет Семир Яман. Итак, господин Семир. Да, господин ведущий. Не могли бы? Так, три попроса. В книге о происхождении и развитии святой инквизиции конца 18 века, сицилийский инквизитор Алуиджи Парома утверждает, что первыми еретиками были его древние предки, которые были осуждены кем и на что. Скорее всего, они были... Его предки были как раз-таки верующими людьми. И тех, кто выступал против религии, они осудили на служение церкви. Кем и на что? Вот, его предки были служительными церкви, то есть священными некими. И они осудили этих его предков, этого еретика, на служение церкви, чтобы они выполняли какую-то работу. То есть некие священнослужители. Да. Да, вот теперь отчетливо. Спасибо, принято. Иногда просто случается так, что вы то ли мне отвечаете, то ли себе внушаете, что это правильный ответ. Госпожа Куспанова, добрый вечер. Добрый вечер. Замечательный знаток. Я вижу, что вам не терпелось. Вы даже уже с кем-то обменялись соображением. Нет, я на самом деле не угадала. А, вы поздоровались просто. Да, я практически поздоровалась и потом улыбнулась, потому что я тоже глубоко копнула. Оказывается, надо было копнуть совсем легким, игрушечным, игрушечным лопатом. Ты еще не знаю, не знаешь правильно. Во-первых, вы еще не знаете правильный ответ. Во-вторых, не надо кошмарить господина Тимир. Он все еще не услышал версии. Но, тем не менее, она права в том, что копать иногда нужно не так глубоко, как кажется. Еретики, люди отвергающие, люди отрицающие, люди некогда уверовавшие, но предавшие, так сказать. Они были осуждены Богом и приговорены к изгнанию из рая. Кто? За что? Они украли за вредный плод, допустив тем самым опровержение того, во что свято верили. Это Адам и Ева. Господи, теперь первые люди, первые люди. Счет становится 0-1, мы подразогрелись. Как говорят, опытные знатоки даже подразмялись. Ну что, госпожа Умарова, теперь мы видим, да, что ситуация вокруг да около иногда бывает весьма плодотворной. Давайте внимательно смотреть, у кого это важно знатоков на языке вращается. Это иногда происходит. Внимание, следующий раунд. Продолжаем. Наш с вами надежный и гостеприимный партнер. Это отель The One Hotel Astana. Располагается в уютном центре города, в парковой зоне, где протекает река Исиль. В скором времени, если будет надовольная газ Гидромета, мы с вами будем собираться в новой террасе. Она уже отстраивается за ефлевой башней. И нас с вами ждут просто живописные вечеринки и забываемые интеллектуальные вечера. Спасибо отелю The One. Внимание. Все случилось, все произошло. Теперь тишина воцарилась, надеюсь, да? С автомобилем все хорошо? Вопрос. При покорении какого-нибудь города, страны, народа, римляне запрещали солдатам под угрозой смертной казни продавать побежденному врагу следующее. Лекарства, оружие, точильный камень, хлебное зерно и нечто пятое. Так что являлось пятым запретом? Время. Чтобы они могли выжить и воевать дальше. Чтобы они могли развиваться дальше. Веру. Веру. То есть, наоборот, они не веряли, мне кажется. Это все, что позволяет им жить дальше. Вера позволяет им не падать духом. То есть, какие-то ревёзды. Какие-то смотрят. Библия. Книги, да. Дальше. Книги опустили дальше. Ну, прямо-таки досадно вас прерывать. Спасибо. Спасибо. Хорошо вы разогнались. Кто отвечает? Отвечает Нурманов Аскар. Господин Нурманов. Назовите мне пятый запрет. Книги. Принято. То есть, они по-вашему туда с мастер-классами пришли? С семинарами, с тренингами? Отчего книги? Ну, я просто считаю, что настоящее полонарода является также знанием. Так. И что здесь творится? Неважно, религиозно или научно. То есть, при каждом воине были книги, была литература. И, входя в осажденный город, они не имели права их продавать. Господин Нурманов, этот ответ за период весенней серии, уж не помню, часто ли вы нас смотрели, и в черном ящике, и в блицах попадался, но на моей памяти, раза три. А это соль. А это соль, уважаемые задаки, пятый официальный запрет среди римских воинов. Соль была, как вы помните, на цену золота. Счет 0-2. Следующий раунд. Господин Нурманов. Вы можете тактику выравнивать в любой момент. Время тебе задавать вопросы. По мнению итальянского актера, Марчелло Мастрояни ловелас на пляже флирдует с самой бледнокожей девушкой. Через 60 секунд, скажите мне совершенно точно, почему же время? У нас досрочный ответ. Я вижу, стоп, я вижу. Вы помните, что досрочный ответ снимается с языка ведущего, то есть цитируется на 100%. Я перед этим сказал, скажите мне совершенно точно. Я слушаю вас, кто отвечает? Отвечает Нурманов Асхат. Господин Нурманов. Мы предполагаем, что будет больше времени с ней пообщаться, потому что она не уйдет уже, ну, загорела, то есть все, собственно, присутствуют на пляже, чтобы загореть. А она как самая бледная, располагает больше времени для общения с этим ловеласом. То есть новичок на пляже? Да. И вот он ее заприметил. Да. А если? То есть он может и так же, ну, рассказать, что там пляж. Больше времени есть на общение. А если она с незагоревшим мужем пришла на пляж? Который отошел за напитками. Или, или что еще хуже, мама спустилась из отеля сейчас, тоже незагоревшая. Тогда что делает ловелас? Делает ноги. Ищет другую бледную. В таком случае ловелас меняет тактику и ищет абсолютно такую же бледнокожую, но свободную девушку. Правильно? Господин Нурманов, вы из богатой биографии знакомств. Это не везут. Говорилось ли вам когда-нибудь отдыхать в Сочи, господин Нурманов? Нет. А ответили вы прямо как сочинский мастер караоке. Ну что ж, счет 1-2. Объявляется следующий раунд. Клуб «Что, где, когда» Астана отражает свои теплые признательности партнерам. Это журнал «Ахл Кенес». Новый журнал об интересных людях. А где интересные люди? У нас в клубе. Ждем в скором времени новый номер. Журнал «Ахл Кенес». Там мы с вами очень хорошо получились. Уж поверьте моему слову. О закулисье клуба и о всей кухне, которая происходит у нас с вами здесь, пишут очень хорошо. Спасибо им за это. Они всегда актуальны. Внимание. Вопрос. Сейчас он появится на экранах. Этот вопрос из-за разряда визуальных. Но я думаю, что теперь он сменяет еще на экране. Весьма кстати, поскольку вам удалось преломить хоть ненамного. Стоп. Хватит обсуждать. Послушайте вопрос. Перед вами, уважаемые знатоки, африканские фотографии из Малави. И как уже некоторые из вас обратили внимание, информационный щит и дорожный знак прямо-таки усеяны отверстиями. Это отнюдь не редкость для Малави. Я дам вам минуту, а вы мне ответите, кто проделывает отверстия в щитах и почему их не меняют на новые. Начали. Что бы визу не значило? Что бы визу проходить? У меня еще вариант. Кто-то приезжает и делает что-то. Кто-то чего-то. А почему их не меняют? Или можно сразу. Slow down. Останавливать. Ну это просто, это примеры. Да, но это Малави. Это Африканские. Чтобы экономить? Нет, чтобы экономить бюджет. Чтобы они злого стояло. Нет. Почему это непонятно? Могли бы создать сразу знаки. Прямо. Потому что ветер. Кто-то приходит и делает, да? Но они довольно-таки симметричные, смотрите, они каждая. Нет, не везде. А там, ну, как будто решили, как будто отлично стреляли. Могут ли Африканские, как цели используются как церковь? А может быть, они их стреляли? Насеклоны, какие-то пролетали через эти отверстия. Ну, смотри, нет. Почему могут помешать эти бюджетки? Ну, хорошо, работают без этих бюджетов. Отмечательно. Время вышло. Госпожа Умарова, я напомню, что у вас есть сэкономленная минута. Мы хотели бы взять помощь. Вы берете помощь клуба. Я вас понял. Итак, уважаемые дамы и господа, сейчас, согласно правилам, подходите ближе к столу. Я повторяю вопрос и даю вам 20 секунд, в ходе которых вы делитесь своими ответами с знатоками команды госпожа Умаровой. Так вот, вопрос. Они усилены отверстиями. Кто проделывает эти дырки в щитах и почему их не меняют на новое время? Ромчик, говорите на ухо. Это бедная страна, что ты используешь для хижин. Чтобы их не разбирали на хижине, дело это. 20 секунд. Итак, госпожа, капитан, госпожа Умарова, кто отвечает и как? Отвечает Садакасов Асетов. Господин Садакасов, какую версию вы выбрали? Я вижу единственную. Мне понравилась версия зала, ну, помню, зала. Я знаю, что, да, действительно, это африканская страна бедная, чтобы в дальнейшем эти щиты не разорвывали и не использовали для строительства жильщины, там, от дождя. Я вас услышал, но человек, который вам сейчас подсказывал, он сказал, что это одна из версий. Одна из версий. Давайте выслушаем. Чем не замилует в таком случае его запас? Есть ли у вас еще одна встречная? У нас? Нет. Я вижу, что это была действительно единственная версия, я ее принял. В ходе обсуждения, еще до того, как ваш капитан принимает решение брать помощь клуба, в вашей команде возникает эта фраза. Это Малави, это Африка. Чего не хватило вот в этом предложении? Каспарат Ульпайл. Вам принадлежала же эта фраза. Так. Это Малави, это Африка. Что дальше? Ну, верно, нет. Это беднейшая страна. Это беднейшая страна мира. Эти отверстия были сделаны специально. И сделали их люди, которые его и установили. Данный щит и данный дорожный знак. Дрявый щит, как вы знаете, уже никто не станет воровать. Чтобы сделать себе крышу или стену для Кижина. Я вас поздравляю. Поздравляю также с танков в нашем клубе. По всей видимости, таймалок может мне пригодиться. Следующий раунд. Господин Агромян, какие у вас есть замечания на данном этапе? Тэп держите вот так, никаких замечаний. Все хорошо. Держим тэп. То есть я читаю так же медленно. Знатоки размышляют так же быстро. Будем считать, что это рекомендация обеим сторонам. Внимание. Вопрос. О нелегальном грабительском бизнесе по пересадке человеческих органов в газете здоровья вышла статья, озаглавленная устойчивым выражением, которое связано с финансами. Так вот, в заголовке заменили лишь одну букву. С колумбурей, то бишь. Через минуту скажите, как озаглавили статью. С финансами связано. Получается, копейка рубля что-нибудь бережет. Что это такое? Должен быть в орган какой-то. В каких устойчивых выражениях? Устойчивые выражения должны быть, да. Нет, она буква. Устойчивые выражения о финансах, именно о деньгах. Это же не помимо выражения. Давайте есть выражение. Угненное, грабельное сердце может быть. Нет, это же не стойчиво. А с финансами и сициально? Да, вот с точки зрения финансами. Двремя, деньги, копейки. Что дальше, что еще? Нет, время. Финансы добавили, потом сначала нужно, чтобы с органами связаны какие-то выражения. Сначала финансы, а потом поменяли буквы. Ну, либо можно наоборот пойти. Найти какое-то выражение со здоровьем и там поменять их, чтобы было с финансами связано. Годите здоровье, нелегальный бизнес по пересадке органов. Здоровье. Подождите, это может как-то связано именно с финансами. С финансами, вы вспоминаете? Да, с финансами. А можно вопрос? Нет. Госпожа Умарова, время. Мы берем дополнительную минуту. Я повторяю вопрос и возвращаю вам вашу минуту. Итак, о нелегальном грабительском бизнесе по пересадке человеческих органов в газете «Здоровье» вышла статья, заглавленная устойчивым выражением, которая связана с финансами. В заголовке заменили лишь одну букву. Как озаглавили статью? Вторая минута. Если говорить, то есть финансовая почка. В 20-х. 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 В 21-х. В 21-х. Деньги, что-то как-то на байпэ. А вот бочка, на счетку. Финансы поют роман, что-нибудь такое. Что используется? Вообще финансовая бочка. Деньги на бочку? Деньги на бочку! Деньги на бочку! Точно! Что еще? Давайте дальше. Еще 20 секунд. Слышите? Время. Вторая минута. Да, а кто отвечает? Отвечает Садвакасов Ассет. Господин Садвакасов. Выражение «деньги на бочку» заменили на выражение «деньги на бочку». Это… А вы главный вопрос Ассетов? Уже не продолжайте. Я вас понял. К сожалению, этот раунд проигран. И, к сожалению, проиграл клубом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сумели собраться и обрести целесообразность своего обсуждения. Следующий раунд. Продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Является издательство «Книжный клуб». Они выпускают художественную литературу и книги жанре нонфикшн, которые займут на вашей полке достойное место. Это культура и интеллектуальная инфраструктура страны. Издательство «Книжный клуб» представлен специальными презентами для наших знатоков. А теперь мы с вами играем в черный ящик. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, знатоки, госпожи Умаровы, поговорим с вами о содержимом. Вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Внутри черного ящика находится нечто в своей современной интерпретации, увидевшее свет во время постановки оперы «Кучини» Чио-Чио-Сан или «Мадам Патрифляй». Было это в 1904 году. Именно тогда все музыканты оркестра успели попользоваться этим. Название, кстати, этого «Алла Папилон». В современном же мире оно, то есть все еще содержимое черного ящика, стало символом некоторых известных брендов. Хотя этот факт не мешает пользоваться этим людям почти всех слоев общества, «Что в черном ящике». Пудра, пудра, да. Да, пудра, пудра, да. Она вся такая живая, раскрашенная. Да, потому что еще на том, «Алла Папилон». А все попользовались? Это красающее пудра. Не важно, короче, какая пудра, дальше еще. Все музыканты? Веер у него тоже есть теперь? Веер? Все попользовались? Все попользовались? Пудрами являются символом новым. Время оперы «Кучини», «Мадам Патрифляй». А где была бренд? Бренд? Четвертый пудр. Четвертый пудр. Пудр. А веер может быть им какого-то бренда? Время, уважаемые знатоки. Стоп, обсуждение. Я с ним не буду. Веер, наверное, не буду. Пудрами являются символом. Немного. Время, уважаемые знатоки. Стоп. Обсуждение. Время. Стоп, я сниму вопрос. Перестаньте делиться версиями после звукового сигнала. Госпожа Умарова, кто будет отвечать? Отвечает Тимир Иванович. Итак, господин Тимир, что в черном ящике? А повтори. Содержимое черного ящика. В своей современной интерпретации впервые увидела свет во время постановки оперы Пучини Чио Чо Сан или Мадам Батерфляй. Это случилось в 1904 году. Именно тогда все музыканты оркестра успели попользоваться этим. Название, кстати, этого а-ля Папилон. В современном же мире оно, то есть все еще содержимое, известно и стало символом некоторых известных брендов. Хотя этот факт не мешает пользоваться этим людям почти всех слоев общества, господин Тимир. Все-таки, наверное, палочки раньше появились, поэтому, скорее всего, это веер. Соответственно, вся эта трубка стояла и друг к другу передавала. По очереди они пользовались. Да, недолго, а там один попробовал, второй. Весь оркестр вот так вот, да, чуть не провалил постановку. Пока вот себя обдували, значит. Господин Тимир, одевают это все, от крупье и официантов до светских представителей. Уж не говоря о вас, уважаемый господин Тимир, не говоря о вас, пусть скажет черный ящик. Обязательный атрибут пресс-клода нашего клуба. Господин Тимир, вы... Господин Тимир, вы трижды поправили бабочку, отвечая на этот вопрос. Вы это сделали трижды, но уж неужели вы себе... Киностетический-то, а? Счет три-три. Не нужно заниматься самоедством, все идет хорошо. Между нами пока побеждает дружба. Следующий раунд. Тумбочка реализована. Тайм-аут вам пока все еще не нужен. Это как раз-таки те пиковые моменты, когда мы либо наращиваем обороты, либо наоборот сбавляем темп. Сейчас темп, набранный вами, вполне способствует хорошему умению мыслить сообща. Хотя это мне так кажется в объективе. Атмосфера там у вас гораздо горячее, на мой взгляд. Уважаемые знатоки, вопрос. Для большего удобства я выведу вам этот вопрос на экраны, А перед этим прочту. Лошадь захромала, Командир убит. Это стихотворение Якова Маршака. Конница разбита, Армия бежит. Враг вступает в город, Пленных не щадя. От того, что в кузнице, Минута. Не было коньяк, не было коньяк, не было коньяк. Нет, он не поднялся. Это все, потому что нет. Пришло, может, это форма, потом спадковый нету. Что-то вам горит. Да, пламя не горит, возможно. Не наоборот, что-то горит. Да, я заделал, что-то горит. Не было огня. Огня либо угля. Либо огня, либо угля. Ну что, оружие какое-то. Как сказать? Нет, может, не подковали. Ее не подковали, значит, в кузнице чего-то не было. Либо огня, либо угля. Что вы делаете? Огня не угля. Огня. Потому что кузнице не было. Угля. Лучше угля, потому что это следствие. Командир убит, конница разбит, армия бит, в брак вступает в город, Пленных, потому что в кузнице не было угля. Да, да. Или огня. Нет, нет, это следствие. Как и договаривались, я давал вам минуту. Мы перестаем обсуждать вне стола. Не мешайте с надокам. Госпожа Амарал, кто отвечает? Отвечает Всемир Ярланд. Господин Темир. Прочтем вместе. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя от того, что в кузнице не было угля. Принято. Госпожа Синжолова, как вы считаете? Я не дружусь. Но господин Темир вас впечатлил своим ответом? Ну, мне кажется, я вот сейчас перечитала, мне кажется, то, что связано не с конем, а вот с тем, что брак вступает в город. То есть щадя и угля не дружит рифмически. Не дружит. Ну, здесь могло оказаться, например, от того, что в кузнице третьи сутки спит, от того, что в кузнице жерлов не горит, от того, что в кузнице там мало ли что. Господин Темир, вы ведь правильно начали рассказывать вопрос. Почему хромает? Потому что они подкованные. Почему не подкованные? Чем подковывают лошадей? Гвоздя. Не было гвоздя. Не бывает мелочей военных делах. Господин Темир, вы были близки как никогда. Счет становится три-четыре. Госпожа Лобарова, вам нужен тайм-анат или нет? Можно? Давайте возьмем. Остаемся за игровым столом и отдаем вам три минуты, в ходе которых вы можете перевести силу. Может быть, обрести здоровое дыхание. остальное еще для полу без плача. где антифорицы понравились, чтобы там для... чтобы там ... ... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА